Hi guys, мне все давно говорили, покажи, ну покажи, ну расскажи уже наконец нам И вот, настал тот день, я как обещала, делаю большое подробное видео о своей личной жизни, о моей семье, детях, мужа, а также каково жить в Америке с семьей и сколько для этого нужно денег Ну что, погнали Так, давайте по порядку, ну как мы с вами любим Для тех, кто первый раз на канале, я Нелли, живу в Америке сейчас и путешествую по миру уже больше 4 лет На канале, кстати, есть видео из моих поездок Это солнечный Лос-Анджелес, Калифорния Хотя нет, ребят, черт возьми, это Нью-Йорк Ну что, это Вегас, друзья, город, где тусовки всю ночь Привет, Хьюстон Ничего себе, очень компактно Есть ролики, где я пробую новое Hello, ребят, я вас поздравляю, вы сейчас внутри американской стиральной машинки Вполне себе неплохо, that's good И, конечно, где я решаю житейские проблемы Что, сколько стоит, как можно сэкономить, где лучше жить Сказать, что это жесть, ничего не сказать То есть новое колесо, которое было куплено, оказалось пробитое сразу Так, подожди, что-то я не поняла Все время я, я, да я А что семьей мужа-то не показываешь, скрываешь? Ну, потому что раньше блог был тематическим Да и семья особо как-то сниматься не хотела А сейчас подписчиков стало больше Все интересуются И я вообще за максимальную открытость Поэтому этот день настал Получается, вообще никто не знал про детей и мужа? Знал, конечно Я никогда особо не скрывала В инстаграме, если ленту полистать То там есть фотки со старшим сыном А с младшим я гуляю в парке И все друзья и даже подписчики видят И подходят, здороваются Так себе секрет Да, а то, получается, все говорили Скачет там одна Наверное, папик или богатый муж американец Пожила бы с семьей там Посмотрели бы Так сколько же денег надо, чтобы с семьей в Америке жить? А вот сейчас все тебе и расскажу А вы, ребят, если поддержите лайком То буду знать, что личные видео на канале важны и нужны Личное, конечно, лично Но работу никто не отменял Я частенько рассказываю про IT-сферу Которая сейчас продолжает бешено расти во всем мире И многие думают, что там нужно только ходить Но это совсем не так Можно, например, искать персонал А проще говоря, быть IT-рекрутером Востребованы они не меньше, чем IT-шники А зарплата у новичков стартует от 60 тысяч рублей в месяц А если у тебя опыт работы от года То ZP 100 тысяч рублей И при этом программировать не надо Большинство из вас наверняка слышало Про ведущую языковую школу Skyeng Так вот, они запустили новый онлайн-проект Skypro В этом универе ребята дают Только исключительные знания в области рекрутинга Вы пройдете за 5 месяцев все этапы От поиска персонала до его найма И, кстати, опыт там не требуется Ребят, я знаю, как непросто бывает переучиваться Но в Skypro дойти до конца и получить диплом с лицензией Помогут наставники и кураторы А в конце обучения подготовиться к собеседованию И составить цепляющее резюме Чтобы потом получить хороший оффер В том числе с возможностью удаленной работы И чуть не забыла В Skypro есть мобильное приложение Где можно в дороге или на работе Залипать в интересные лекции Вместо, например, социальных сетей В общем, рекрутеры действительно хороший вариант работы в IT-сфере Так что, кому нужно, записывайтесь на курс Ссылочку я оставлю в описании к этому видео А по промокоду Нелли ребята дают еще скидку в 10% На этот или любой другой курс школы Итак, на канале действительно было очень много абсолютно разных видео Приключения, новостные, какие-то обзоры Это все темы, которые меня интересовали И которыми я безумно хотела поделиться И, пожалуй, было все, кроме семьи И действительно, мне стали поступать комментарии, вопросы Расскажи уже наконец, поделись своей личной жизнью А то как-то в Инстаграме там немножко где-то урывчиками Давай сюда большой видос на YouTube И действительно, ребят, я давно собиралась сделать такой видос Обещала? Выполняю Итак, докладываю состав семьи У меня имеются, загибаем пальцы Я, муж и двое сыновей Причем про национальность мужа я сейчас дальше расскажу Со старшим сыном вышло довольно интересно У него типично русское имя Федор И он здесь входит в американскую школу Как понимаете, для американцев сказать Федор было непросто Но я справилась Обучилась здесь всех говорить Федор Знаете, так Федор Ну, примерно, как наш Достоевский Кстати, многие, кто путешествует Сейчас вообще стараются детей называть такими интернациональными именами Чтобы в каждой стране было удобно его произносить Но что-то вроде Александр Алекс, Матвей, Мэтью С девочками тоже самое это работает Например, Анна, так будет Анна, и София, София Но честно скажу, мне сейчас очень нравится мода на такие русские, славянские имена Поэтому не испытываю никакого дискомфорта по поводу Федора И всем еще раз рассказываю о великом русском писателе С младшим все проще Он ходит здесь в детский садик И его зовут Мишка, а по-английски Майкл Добро пожаловать в детскую комнату Мы с мужем оба работаем Поэтому наш день начинается с развоза парней в школы и сады Потом непосредственно рабочий день А вечером это бесконечные игры Это настольные игры, которые я очень люблю Особенно Уно и Монополию Чтение книжек В общем, все как у всех И важный момент На каком языке мы говорим дома? Конечно же, на русском Ну что, пришло время поговорить про деньги Сегодня я посчитаю дополнительные траты на детей Если ты живешь в Америке вместе с ними Итак, школы американские бесплатные Паблик скулз они называются Здесь в Калифорнии ты ничего не платишь А вот с детскими садами абсолютно другая ситуация Если ты хочешь ребенка отправить в детский садик Он практически всегда будет частным И будет стоить от 900 до 1400 долларов в месяц С одной стороны, реально дорого С другой, есть опция бесплатной школы И обычно, когда садик заканчивается Все американские родители такие Наконец, за садик платить не нужно Но есть и приятная сторона этого вопроса В конце года всю эту сумму, потраченную на садик Можно списать из налогов То есть, в буквальном смысле К налоговой декларации Приложить траты на детский садик И получается, что ты выходишь в ноль Вообще, если в Америке у тебя двое детей И зарабатываешь ты прям не супер по-миллионерски А достаточно средне То налога в среднем будет около 10-20% Это считается немного по сравнению с неженатыми людьми Там налоги могут быть 30 и даже 40% Поэтому на выходе быть семейным человеком в Америке выгодно Когда в Калифорнии живешь с семьей Особенно с двумя детьми Это почти всегда значит, что твоя квартира должна быть большой Так, кстати, выглядит мой комплекс Здесь, если вкратце, есть бассейн, спортивный зал Ну и в целом зелень И что было большим плюсом, что у него есть своя территория Кстати, обзор на этот комплекс я делала как-то Ссылочку в описании закину По поводу аренды Почему нельзя заселиться в маленькую квартиру Даже если у тебя, например, двое детей То есть в однушку или в студию И все там вместе живут, заодно на аренде экономят Нет, такие правила Калифорнии Если у тебя двое детей То ты должен как минимум снимать двуспальную квартиру То есть two bedroom Ну, про мою квартиру понятно Если искать какой-то более прям экономичный вариант И не в центре города Я живу здесь, потому что я и муж работаем И нам удобно передвигаться То можно в Лос-Анджелесе найти Ну, где-то от двух Двух-двухсот приемлемые двухкомнатные варианты Не секрет, да, где дети Там расходы И в первую очередь здесь в Америке На медицинскую страховку Если ты живешь в Калифорнии И зарабатываешь немного То здесь есть опция абсолютно бесплатной Государственной медицинской страховки Ноль долларов стоит Причем покрывает не только детей Но и, например, беременных женщин Ну и вообще, если какие-то финансовые трудности С семьям с детьми То здесь очень много фондов В том числе и частных Которые помогут и с одеждой И с книжками И со всем-всем В Америке сейчас буквально Какой-то культ детей И здесь им уделяют огромное внимание И если ты с ребенком где-то появляешься То в первую очередь с ним поздороваются Его повеселят А уже потом тебя спросят Как дела? И какие-то вопросы зададут То есть дети прям Это номер один Ну раз уж заговорили про жилье Очень важно обращать внимание И на что я обращала внимание Когда заселяла свой комплекс На рейтинг близлежащей бесплатной школы Дело в том, что здесь у школ есть градации И чем выше рейтинг Тем, естественно, лучше сама школа Поэтому я подбирала комплекс Исходя вот и в том числе Из этих параметров Соответственно, обычно выходит так Что арендодатели в курсе Что рядом хорошенькая школа И поэтому еще ценничку набрасывают Поэтому если вы увидите квартиру Какую-то очень дешевую Она покажется супер классной Смотрите обязательно рядом школу Скорее всего у нее будет рейтинг двойка Или ниже Вернемся к медицинской страховке Если семья зарабатывает средне Или выше среднего То страховку будет оплачивать Или работодатель Или нужно будет отдельно ее покупать Ну, если считать Какой-то очень недорогой страховой план На семью Обходится примерно в 600 долларов в месяц Может быть и дороже Если хочется что-то покруче Ну и подытожу Если ты зарабатываешь достаточно То страховку медицинскую будет оплачивать работодатель Либо ты собственного кармана Если денег недостаточно То как детей, так и взрослых В Калифорнии страхуют абсолютно бесплатно В прошлых видео я рассказывала, что до Америки я работала в продакшн-сфере Я была исполнительным продюсером То есть трудилась за кадром Здесь же я попробовала себя еще и в кадре Я ходила на кассинги Я снималась в рекламах, фотосессиях А потом я стала осуществлять продакшн-сервис То есть, когда ты действующий продюсер Все очень похоже Я имею в виду, как работают в Америке Как работают в России Поэтому алгоритмы понятны И сюда, соответственно, я привозила команды Которые хотели снимать что-то в Америке Ну, например, художественный фильм или реклама Слушайте, забор прохожу, ну, прям как на даче Высоченный, деревянный И такие в Америке тоже встречаются А сейчас, надо сказать, блок занимает огромную часть моей жизни И я реально делаю то, что я люблю Безумно нравится И я продолжу на канале делать большие тревел-выпуски, ребята Сколько нас всего еще ждет? Немного интересной статистики В Америке в среднем женщины выходят замуж в 31 год А мужчины в 33 В наших странах я тоже заметила, что сейчас вот этот возраст Чуть-чуть на попозже сдвигается И тут, с одной стороны, в американской, европейской модели Поздно жениться и выходить замуж Есть свои плюсы Ты к 30 годам уже имеешь опыт за плечами Ты состоялся на работе И, может быть, даже уже на дом накопил Но и в нашей модели тоже есть очевидные плюсы Ты к 30 годам имеешь уже образование за плечами Работу, успел родить одного Или, может быть, даже нескольких детей Ты молод и еще вся жизнь впереди Но вот и в моем случае я сильно заранее попробовала все успеть Готов бежать Раз, два, три Еще немного занимательных цифр на сегодня Вот если говорить о Калифорнии, это очень дорогой штат А это значит, что для комфортной жизни здесь В среднем на семью нужно зарабатывать в месяц от 6 до 9 тысяч долларов Чаще всего это значит, что в семье должны оба родителя работать Эти цифры, конечно, могут нас шокировать Но только тогда, когда мы переводим свою валюту Когда ты живешь в Америке То это, в принципе, если сложить две средние зарплаты Именно поэтому в Америке стараются долго в декрете не засиживаться А скорее выходить на работу Но в этом есть свои плюсы и свои минусы С одной стороны, быстро выходишь на работу Адаптируешься и не теряешь позиции А с другой стороны, дети, пожалуй, самое главное в нашей жизни И менять ли их на карьеру или нет Вопрос серьезный И перед этим выбором может оказаться каждый Я, конечно, для себя стараюсь сочетать и то, и другое Но если обстоятельства вынуждают, то я всегда, безусловно, выберу семью Теперь настало время рассказать про мужа Он у меня русский, работает в области медиа, делает диджитал-проекты И я, если честно, в какой-то момент приняла его решение Не становиться частью моего блога и публичной фигуры Хотя я не теряю надежды втянуть его в какую-нибудь блогерскую авантюру А вдруг он зайдет под это видео, увидит тут лайки, комментарии И поймет, что можно сняться в кадре в каком-нибудь видео, ну, например, про путешествие Ну, а вообще, если серьезно, мы стараемся друг другу максимально помогать Я, если нужно, помогаю с его проектами Он может помогать с моими Кстати, некоторые кадры с дрона Это его рок-дело Помните такие красивые панорамы с закатами? Ну, и совсем скоро на канале грядет грандиозное событие Миллион подписчиков Ребят, спасибо вам огромное за поддержку Я продолжу путешествовать Географию, кстати, в этом году планирую расширять Не ограничиваться только Америкой А путешествовать уже по всему миру Заготовила для вас много крутых подарков из поездок А парней буду стараться включать в свои блогерские авантюры Но решила точно, что их будет больше в моем инстаграме и телеграме Так что заглядывайте обязательно Ну, увидимся в новых роликах на канале Дерево Субтитры сделал DimaTorzok